Привет, друзья, с вами Вайми, и я продолжаю играть в Dark Souls, и конкретнее я устраиваю PvP что-то, я надеюсь. Ну, в общем-то, это другой персонаж, это 105 уровень, Ковенант Стража Принцессы, потому что хрен его знает, я вступал туда для ачивки. Дексово, ну, в принципе, это квалити билд, то есть 40 декс и 28 силы, изначально это был дексовый билд, потом я решил поднять силы для, как она называется, Муракума, но она мне в итоге не понравилась. Ну, и пока что это Фламберг и Кинжал Прессилы, и я совсем забыл про такую вещь, как вот этот палач-ведьмя, который офигенно выглядит. Так что да, ну, и почему бы не призвать этого парня. Ну, попытаться призвать. Фламберг, в принципе, по-моему, достаточно неплохое оружие, это двурочный меч с билдом, что очень неплохо. 300 билда, БС, Хейлин, КТ, Ловкости. Ну, и с колец у меня ДВГР и Кольцо Волка. Поезда нифига нет. То есть нужно... Вообще идеальное значение поезда, но оно не идеальное, но достаточно хорошее. Это 53. В этом случае меня за 100 делить могут только удары, двуручные удары всяких там цваев и прочих ультра-грейтов, ультра-грейт-сордов. И всякие, по-моему, двуручные молоты и прочая хрень тоже. Но поскольку у меня немножко ограничен переносимый вес, потому что у меня нет ни ФАПа, ни Хавеля, то у меня всего 43 поезда. И сразу же призыв не удался. Ну, ладно, в принципе, я подожду. Я, во-первых, сегодня, пару часов назад, в видео об этом сказал, о том, что я буду такое устраивать тут. Во-вторых, в Твиттере написал. В принципе, я думаю, я буду более-менее регулярно устраивать подобные вещи. То есть, писать в Твиттере, где я стою, стоять, пвпшиться и все там. Ну, более-менее регулярно, это, я думаю, где-то раз в неделю. То есть, допустим, там, каждую среду я буду с 10 до, там, 12 или около того, пвпшиться. Не знаю, пока что не уверен насчет того, что каждую среду, там, и именно с 10 до 12, как получится. Но, в общем-то, да. Ну, и я, естественно, вырежу все между инвейдами. Так что, пока что я буду стоять и ждать инвейдов. Кто-то пришел. И это хорошо. Я надеюсь, что приходить будут в основном с этой стороны. Но могут и из центра. Так что, да. Посмотрим. Ага, привет. Привет. Окей. Также у меня есть пиромантия, достаточно прокачанная, но я ей предпочитаю не пользоваться. Ну, то есть, не то, что предпочитаю не пользоваться. Она у меня, во-первых, стоит в левой руке, потому что в правой руке у меня мяч и кинжал. Во-вторых, она у меня, по-моему, даже не до упора прокачанная, но не помню насчет этого. Вау. Магия. Ваншотящая магия. Ну, это нормально. Я ожидал почему-то чего-нибудь другого. Не кристального копья. Но это нормально. Мне нужно подобрать мои души, потому что у меня там куча человечности. И снова стоять. А мне нужен палец, кстати, которого у меня, по-моему, нет. Он у меня есть. Его нужно просто эквипнуть. Ну да ладно. И тот же самый противник. Ну, я подозреваю, тут же придет. Хотя, как получится. Ну, то есть, это зависит от того, где он вторгается. То есть, если он вторгается где-то здесь, то он приходит оттуда. Если он вторгается ближе к башне, то там появляется... По-моему, на вершине башни появляется, где лежит мел. Так что да. Окей. У меня, как всегда, стамина проблемы. Но это у меня часто бывает. Нет, я не дам тебе кастовать магию. Черт, стамина. Ну ладно. Это не страшно. Нет, это страшно, видимо. Какого черта? Они улетели в сторону от меня и потом меня убили. Ну ладно. Допустим. Магия страшнее, чем я думал. И снова он же. Ну это нормально. Ну хотя, конечно, мне бы хотелось кого-нибудь другого, чтобы я мог кого-то убить. Ну не знаю. Это все магия. Она слишком читерская. Она ваншотит. При том, что у меня 40... 40 виты. Нет, ты не попадешь в меня. Попал в итоге, конечно, но все равно. Не настолько. Стамины проблемы. Почему я промахнулся? Вот сейчас я не промахнулся. Щит не спасает от блида, а блида у кинжала прицелы много. Причем у него еще и очень-очень крутой мувсет на R2. Причем он более-менее нормально работает в комбох с R1. То есть можно что-нибудь типа такого сделать. То есть, конечно, это у любого оружия можно что-нибудь типа такого сделать. Но здесь она так плавно переходит, что это даже выглядит хорошо. Хотя дамаг у него очень маленький. Но блида много. Много блида. Это хорошо. И снова он же. Похоже, это будет вечер дуэлей с одним и тем же человеком. Посмотрим. Посмотрим. Может быть, сразу застать кинжал. Хотя, в принципе, это не так уж интересно. То есть это не то, чтобы не так уж интересно. Но... Это не так уж эффективно, скажем так. То есть затыкивать кинжалом в щит сейчас не получится, потому что у него рапира. Исток, по-моему, это. Не знаю. Да, вроде бы исток. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Но это должен быть исток, потому что исток это лучше рапира. Для PvP. По мувсету, в смысле. То есть, может быть... Для бэкстабов лучше обычная рапира, но... Еще лучше для бэкстабов... Сильвертрейсер. А для... Для дамага не уверен. Возможно, там какая-нибудь рапира Рикардо лучше выйдет. Но вот в плане именно мувсета... Исток и лучше всего остального. Нет, ты меня не забэкстабишь. Да, блин. Стамина проблемы. Причем у Кинжала Пресцилы еще хорошо, что он бьет быстро. То есть, он этот блид набирает не только за удар больше, чем большая часть остального оружия. Но еще и при этом удары у него очень быстрые. Ау. Стамина. Почему ее так мало? А, почему я промазал? Потому что волка нет. Да. Зайдет. 34 тысячи душ. Где-то около моего, по-моему, уровня должно быть. О, красный, красный знак. А, он пропал. Черт. Я бы попытался призвать. И снова красный знак, хотя ко мне кто-то уже инвейдится. В принципе. Скорее всего, это тот же парень... Нет, это другой парень инвейдится. Интересно. Другой парень, это хорошо. В принципе, я не против с одним и тем же противником постоянно воевать. Но это как-то однообразно. Это же батя. Это ведь батя. Ну, то есть, я вижу, что у него маска батина. Остальное гигант ведь. И цвай. Нифига себе. Бэкстабы не должны так работать. Нет, это, по-моему, не цвает. Что-то другое. Хотя... Клеймора вроде, да. Точно Клеймора. Батя с Клейморой, это странно. Ну, да ладно. Да, кстати, это все будет распилено, скорее всего, на 2 или 3 эпизода. В смысле, что я за один вечер записываю. Потому что я собираюсь записывать достаточно много. И мне очень лень все это редактировать. Рендерить все одним большим куском. Так что да. Снова первый противник. Девочка-волшебница вроде. По крайней мере, похоже. Ну, волшебница, понятно? Или волшебник? А? Шляпа. Шляпа и меч из... Из хвоста... Как его зовут, Сита? Это опасно. У него есть веселая дальнобойная атака. Похоже, мой фламберг достает чуть дальше. Нет, это вообще не то, что нужно было сделать. Черт. Я надеялся это отпарировать. Видимо, у меня все-таки не совсем... Хватает коннекта, чтобы парировать все на реакцию. В принципе, я переживаю одно попадание, что странно. Хотя... Хм... Да. Вообще, я не должен. Мне не должно хватать поезда, чтобы одно попадание пережить двуручно. Одноручно может быть. Возможно, у него просто меньше поезд дамага, чем у остальных двуручных мечей. Потому что это ведь двуручный меч, по сути. Ау. 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 Ну ладно. Ааа, стамина. Стамина, стамина, стамина. Ау. Я надеялся, что я отойду дальше, чем она достает. Но не удалось. Ну ладно. Бывает. Я могу призвать гигантов... Точнее, с алебарда черного рыцаря. Он мне поможет. Нет. На самом деле он мне не поможет. Ну то есть он мне может помочь, но я не хочу. Это будет нечестно. Возможно, мне стоит сменить оружие. Потому что у меня есть целая куча всякого оружия. Но я не знаю, что я могу из этого сейчас эффективно использовать. Я бы взял, конечно, муракуму, но мне тогда придется весь билд переделывать, потому что вес. Снова он же, она же, не знаю. Посмотрим, с чем на этот раз. То же самое, вроде бы. Возможно, мне стоит взять какие-нибудь там метательные ножики ядовитые и ими пользоваться. Ха. Нет. Черт, это должна была быть атака с разбегу. Я начал уже бежать, когда ударил. Но получилось почему-то вместо этого обычная атака. Черт. Это была плохая идея. Да. Парень, ты сильно портишь себе меч. Опс. Пинок вместо атаки традиционно мне мешает убивать людей. Ну, то есть он не всегда мне мешает убивать людей. Иногда он мне мешает убивать неписей. Но все равно. Это не зацепило. Странно. Парень. 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 Мне нравится этот кинжал. То есть тут не столько даже в Блиде дело, сколько просто в очень быстрых атаках, которые почему-то довольно неплохо пробивают щит. Хотя не должны вроде. Ну, то есть это от щита, конечно, зависит. Вечер дуэли с одним и тем же человеком продолжается. Ну, это нормально. Фальшион снова. Фальшион лучше подходит как раз для того, чтобы убивать его этим самым филанбергом. И вроде поезда побольше. Хотя, не знаю, возможно, сейчас. Возможно, столько же, потому что просто я бью кинжалом, который очень плохо стаггерит. Да, кинжал скорее подходит для добиваний, а не для боя полностью. И снова. По-моему, у меня были метательные кинжалы какие-то. Да. Целых 86. Я не знаю, зачем они мне. Зачем-то я их покупал. Но сам факт. Их можно использовать. Или их можно не использовать, зависит от ситуации. Опс. Шесть урона. Но они ядовитые, так что... Это тоже важно. Упс. Ну, правда, с одного он, естественно, не отравляет. Упс. Я хотел перекатиться, а не прыгнуть. Да. Стамина! Нет. Всегда стамина. Стамина — это всегда главная проблема. Окей. По-моему, от этого вполне можно было без проблем вернуться, но да ладно. Красный знак! Да. Арнштейн, приходи, я убью тебя. Или ты меня. Не знаю. Не важно. О, Арнштейн пришел. Арнштейн с катаной и каким-то щитом. Сильвернайт вроде. И с кулаками? Нет. Видимо, не с кулаками. Ну да. Это хаосблейд, кстати. У меня он тоже есть. Ну-ка. А, нет. Я не смогу от него выворачиваться и менять оружие одновременно. Где он? Вот он. Почему я застрял? О, в стаминах. Я выбираю не очень хорошие места, чтобы застревать. Чёрт. Ну, давай сюда. Окей. Они будут воевать друг с другом? По-моему, они могут. Так что... Окей. Я не против. Арнштейн пока что выигрывает. Но всё может измениться, естественно. Так, отойду подальше. Чтобы меня не задели. Да, Арнштейн победил. Причём даже не получив урона. Ну, кроме того, что хаосблейдом он себя задамажил. Хаосблейд, в принципе, хорошая вещь. У него тоже больше блида. У него много урона, если человечность есть. То есть, если шесть человечностей хотя бы имеется, то он наносит больше урона, чем у Чикатана. Ау. И он длиннее, по-моему, чем у Чикатана. Но при этом себя на 20 дамажит при каждом попадании. Ау. И ему в сет. У него и Р2 абсолютно неюзабельные, хотя очень красивые. По крайней мере, двуручные. Одноручные. Неюзабельные и не очень красивые. Но двуручные и Р2 весёлая вещь. Но неюзабельные, потому что очень-очень медленно. Упс. Ну, вообще, я не очень люблю Катаны, потому что у них атаки с разбегу дурацкие и вообще всё тому подобное. О, это снова Эрнштейн? Да, это снова Эрнштейн. Правда, ко мне снова, по-моему, вторгается тот первый парень. Но я хочу убить Эрнштейна. Чёрт. Ну, ладно. Похоже, снова. Я буду смотреть, как они друг друга убивают чёрной магией. М-да. Чёрная магия, она такая. В принципе, от неё достаточно легко увернуться. Эрнштейн повыше уровнем будет. Мне не очень нравится у двуручных мечей удар после переката, который вот этот вот вертикальный. Но, в принципе, не знаю. Всё сразу на одном оружии, что мне нравится, было бы слишком читерством. То есть, мне очень нравится удар с разбега, эта крутилка. Она очень удобная. Но при этом у катан после переката намного лучше. Там тоже такая полукруг. Ау. Горизонтально, точнее, диагонально. Такая так, снизу вверх и слева направо. Смогу я его забэкстабить? Нет. Не смогу. Сложно забэкстабить, когда противник отходит назад. Да, так смогу. Ну да. Извини, парень. Я не буду говорить, что я не хотел, потому что я хотел, но... Да. Бэкстабы — это немножко не та тактика, которую я предпочитаю использовать. Ну, на самом деле, от них достаточно легко уйти. Достаточно просто отходить назад, и я не смогу ему за спину забежать. И снова. Ну. Посмотрим, как на этот раз всё это случится. Я не знаю, кто... Кто кого больше убил. Мне лень считать. Чёрт. Стамина. В принципе, за стаминой нужно просто следить, чтобы она совсем не кончалась. В большинстве случаев одного переката мне хватит, чтобы уйти. Чёрт. Хм, почему это пробило? Это должно было попасть в щит. Или у него просто стамина кончилась? О. Чёрт. Я отварировал, но отошёл вместо того, чтобы отрепостить. Окей. Сойдёт. Я не уверен, пробил ли я ему просто щит этой пирамантии, или... Огненным дамагом, или ещё чем-то. Но каким-то образом я его убил. Ну, блин. Там был красный знак. Ну, пока я до него добежал, он исчез. Но ко мне кто-то вторгается, поэтому он исчез. Видимо, опять тот же самый парень. То есть, кто тут ещё ко мне может вторгаться? Возможно, снова батя пришёл. Ну, я сомневаюсь. Да, это опять тот же самый. Возможно, мне не стоит юзать палец. Потому что призвать красного фантома я всё равно могу. В это время, по идее. А вот сами они ко мне инвадиться не смогут. Ну, какое-то время, там, пять минут или типа того. Не уверен. Чёрт, мне нужно, наверное, отдыхать у костра, потому что у меня пиромантия не восстанавливается. Лечиться-то я истусом могу, но пиромантию восстанавливать нет. Ау. Куда-то я не в ту сторону совсем ударил. Упс. Ну, хотя бы я удачно перекатился от этого. Нет. Вот эта вот атака, когда... Ну, дальняя, R2 у Монуэйта. Она очень халявная. Можно подбежать и ударить, потому что там после атаки очень долгий как бы кулдаун, что ли, не знаю. Анимация, в общем, очень долго завершается. У меня тоже есть R2. И моя R2 даже покруче, наверное. Хотя мне не хватает стамины, чтобы их в комбо сделать. Хотя я не помню, есть ли вообще. По-моему, там даже нету комбо, просто один и тот же удар повторяется. Ну-ка. Нет, есть комбо. Окей. То есть мне просто стамины не хватало. Арнштейн, приди ко мне. Нет, не костёр. Арнштейн. Арнштейн, это не костёр. У меня так скоро будет миллион душ. Не то, чтобы он мне куда-то нужен был. Ну, в принципе, у меня 105 уровень, это как бы... Почему провально? Такой общепризнанный кап, это 120 всё-таки. А, чёрт. Я забыл об этом. Забыл, что я случайно отдохнул у костра, и поэтому все эти бомжи набежали. В общем, общепризнанный кап это 120, но я понятия не имею, что мне качать на оставшиеся 15 уровней. То есть у меня как бы силы больше не нужно, потому что я двумя руками почти всегда всё использую. Декс и эндуранс и... Чего там у меня третья? Просто больше не нужно. Виты. Всё по 40. Зачем ты кулаки достаёшь? Чтобы поклон сделать без оружия в руках? Окей. Ну, я попал хотя бы. Ау. Я снова... Это был Дед Энгл. Я по нему попал, хотя у него щит в руках был. Потому что я спиной к нему был после этого. Сейчас вот тоже могло бы так быть, если бы он чуть подальше был от меня. Ну, точнее, чуть дальше назад от меня как бы. Упс, это не то, что я хотел сделать. Вот это то, что я хотел сделать, но его там уже нет. А, бэкстаб. На большую часть моей жизни. Ну, бэкстабы они, в общем-то, такие. Я надеюсь, во второй части бэкстабы не уберут, а сделают, во-первых, их менее дамаговыми, то есть чтобы не было таких ваншотов прямо. И, возможно, сделать что-то, чтобы можно было с ними как-то бороться. То есть именно не противник подошел, ударил и все, и половина жизни улетела, а какую-нибудь там возможность снизить эту потерю жизни. Как, например, при грабах вот это вот сейчас есть, что можно быстро кликать все кнопки, и тогда, ну не все кнопки, но, в общем, тогда граб нанесет меньше урона. Что-нибудь такое с бэкстабами не помешало бы, по-моему. Потому что сейчас это просто. Подбежал за спину, один раз ударил, и противник либо умер, либо потерял почти всю свою жизнь. Особенно учитывая, что есть всякие там кольца и прочая хрень, которые увеличивают дамаг от бэкстабов. Ну, то есть кинжалы с базовым дамагом этим повышенным и кольцо с шашнем. Опс. Пофиг, у меня есть пояс и бутылки. Я бы его, конечно, снова призвал, но я уже заюзал палец. Хотя, в принципе... Да, блин! Почему он ставит... Нет, я не буду его призывать, он ставит свой знак слишком близко к костру. Мне не нравится юзать костер. У меня тогда враги новые появляются. Мне кажется очень странным, что знаки пропадают на то время, пока кто-то вторгается. То есть, когда кто-то уже вторгся, знаки можно юзать. И до этого можно юзать. А вот именно в тот момент, когда идет вторжение, знаки юзать нельзя. Ну, то есть они просто пропадают. И это странно. Ну? Подходи ближе. Черт. Ау. Хейты бэкстабы. По-моему, мне стоит использовать одной рукой, потому что одной рукой... Вот это вот и лучше. Р1 обычно не с разбега горизонтально. Упс. Ну да. Есть у меня еще что-нибудь из жестов, интересно? Нет. Из жестов у меня абсолютно ничего интересного нет. А, нет, я не буду юзать костер. У меня есть еще целых 20 эстусов. Зато я призову этого парня, потому что... Я хочу его убить все-таки когда-нибудь. В прошлый раз я убежден, что он убил меня исключительно благодаря этому бэкстабу. Ну, то есть нет, убил меня он не бэкстабом, но если бы этого бэкстаба не было, то он бы меня в итоге не смог убить. Я бы его добил раньше, чем он мне. Почему мне показалось, что семерок у него в имени стало больше? Вот, снова. Диденгу — хорошая вещь. То есть суть в том, что... Это, конечно, очень неинтуитивная и кривая механика, но если я пробегаю дальше него и попадаю по нему, когда он сзади меня, его щит не засчитывается. А атака у меня на 360. Ау. Это не то, что я пытаюсь сделать. Что это было? Лаги, спасите. Ау. Нет, я жал назад и перекат, но... Мне не удалось перекатиться назад. Ну, ко мне уже кто-то вторгается, так что я не могу его... Ну, то есть я могу, конечно, его призвать, но... Это мне не сильно поможет. Потому что они опять друг с другом будут воевать. Нет, чтобы вдвоем на меня напасть и по пути друг друга убить, потому что френдли фаер. Потому что красные фантомы друг друга атакуют точно так же, как и хоста. Но нет. Они сначала между собой пытаются разобраться. Жаль. Он что, не там пришел? О, черта. А, нет, там. Сразу с магической палкой. Ну, окей. Посмотрим. Ну, это понятно. Да, мне не стоит так вот перекатываться обратно в ту же сторону, куда она улетела. Это по мне попало, но я был неуязвим из-за переката. Это по мне просто не попало. Магия, в принципе, мне не очень нравится в PvP. Потому что она такая какая-то унылая. Нет, мне нравятся... Некоторые конкретные вещи, типа вот тех же... Тех же... Хоминг соумас. Потому что это такой зонинг интересный. Но мне не нравится, что она опять же вся либо ваншотит, либо от нее я уворачиваюсь. То есть, если по мне попадут эти все пять соумас, то я труп. Если по мне попадет эта хренья, скорее всего, тоже труп. Но от нее просто элементарно уворачиваться. Упс. Я хочу кого-нибудь сегодня отпарировать удачно хотя бы. Раз. Это было частичное парирование. Ладно, пофиг. Стамина опять. Стамина она часто. Упс. Недолет. И да. Я как-то не сообразил, что нужно было сделать. Ну, это нормально. Это нормально. Арнштейн, приди. И сразись со мной. Еще раз. Возможно, на этот раз я переключу правильное оружие, а не уберу свой щит. Вместо того, чтобы достать кинжал. Возможно. У меня же есть мои кинжалы. Упс. Как-то налагает. Это меня немножко не радует. Пять урона. Куда ты уходишь, парень? Девять хэдшот. Лол. Хэдшот работают в пвп. Ну, в принципе, с чего бы им не работать. Вообще, если удачно уворачиваться от противника с хаусблейдом, он вполне может убить себя. Потому что ему урон наносится даже при фантомных таких вот попаданиях. Когда он по мне попадает, а я в этот момент перекатываюсь и поэтому не получаю урона. Это такой забавный факт. Ну, конечно, это будет очень долго, потому что он всегда по 20 наносит себе. Как-то я давно никого не убивал. Нужно как-то начать их снова убивать.